Меня зовут Маша Новая, это значит, что вечерний эфир начинает свое вещание. Друзья мои, сегодня просто столбики термометра поднялись до отметки в плюс 20 градусов, и я знаю почему. Потому что сегодня у нас в эфире Человек-огонь, Человек-праздник, Человек-солнце и Дагалич. Давайте всегда будем меня объявлять. Давай, беременем всегда с собой. Да, сейчас я вот буду заходить в спальню, и ты говоришь, уважаемый муж, заходит народная артистка. Огненная леди же. Сразу и многообещающе. Давай обо всем по порядку, наверное, расскажем вообще всем нашим зрителям и слушателям. Ну вдруг есть такие среди твоей огромной аудитории, кто может быть еще не знаком с тобой, с твоим творчеством. Это популярный российский видеоблогер. Можно тебя так назвать? Да, я думаю, это не ругательство. Ну нет, конечно, это наоборот комплименты. Да, сегодня буду тебе целый час посыпать комплиментами, друзья мои. Не нравится это шоу, Леночка. Сегодня будет очень-очень горячо. Ну Ида, смотри, вот очень-очень интересно. Ты человек разносторонний, развитый, можно так сказать. Вот когда началась твоя звезда? Когда ты пришла в юмор? Когда ты поняла, что ты без этого просто не можешь жить? С какого момента? Не то, чтобы ко мне пришла звезда, не то, чтобы я стала какой-то мега популярной, хотя я популярна, но не настолько, ну то есть я не Филипп Киркоров, согласитесь. Вот. Я просто начала делать то, что мне нравится, и меня поперло. И мне кажется, в принципе, закон вселенной гласит, что если ты будешь делать то, что тебе нравится, у тебя все получится. Согласна, абсолютно. Вопрос, что именно тебе нравится, и понимаешь ли ты, что ты хочешь. А что тебе нравится? Ты знаешь, я всю жизнь обожала монтировать ролики. Ну вот прям люблю. Прям с детства? Ну, пока у меня открылся телефон, да. В детстве у меня был старый телефон, да, не такой. И получается, что я все время была самой иронией, то есть я уже с детства понимала, как пошутить так, чтобы я выглядела смешно, при этом затронув все свои какие-то проблемные зоны, чтобы типа, а, у тебя все глаза, а я уже пошутила, и чувак как бы сделал. То есть, получается, ты все свои фишки превратила в шутки. Да, самое степ, получается, вот монтаж, который мне очень нравилось делать, и съемка. И это прям вот то, что я обожала, и то, что в итоге привело меня к тому, что я стала не до Филиппа Киркоровым. Да, друзья мои, я хочу вам напомнить, что у вас сегодня есть уникальная возможность. Заходите в наши соцсети, заходите в наш Инстаграм, ВКонтакте, и обязательно задавайте Иди свои вопросы. Я думаю, в прямом эфире мы их обязательно все озвучим. Но подожди, ну вот можно сказать, что твой характер закалялся, можно так сказать, из детства, потому что у тебя отец был военный, и я знаю, что вы постоянно переезжали. Ты знаешь, ты, наверное, закалялся, в переездах закалялся не характер, а росла коммуникабельность. То есть я же очень коммуникабельный ребенок была, потому что ты приезжаешь там в город Буденск, года два там прожил, и сразу переезжаешь. И как бы я заходила в новую школу очень уверенно, и у меня вот единственная проблема в городе, в котором были, это в Москве. Мне как-то не принял класс сразу, мне было очень сложно, я год ревела, что хочу уехать, а потом нормально. И сколько в итоге ты городов сменила? Ну, часто вы переезжали, да? Да, то есть, ну я скажу так, у мамы с папой за 33 года своей местной жизни, по-моему, 15-16 переездов, и еще скоро один будет. Поэтому, ну вот, где-то считай, там двое детей у них, вот я вторая. Ида, ну я не знаю, как там было вначале, но мне кажется, что сейчас Москва без тебя уже просто не может. Да что там Москва? Да вся Россия, друзья мои, без этих роликов, без этих шуток очень острых. Очень приятные вещи, мне нравится ваша программа, можно я каждый день к вам буду приходить, такая, просто садись, сидеть, и ты мне будешь делать комплименты? Ну, пожалуйста, я не запрещаю, пожалуйста, каждый вечер, друзья мои, с этого дня Ида Галич, с шести до семи, я буду ее сегодня осыпать комплиментами и на протяжении всего времени впереди. Да, сегодня будет очень насыщенный эфир, я знаю, кстати, Ида приготовила для вас один небольшой творческий сюрприз, но о нем мы поговорим чуть-чуть позже, а прямо сейчас давай прервемся на небольшую музыкальную паузу, послушаем какую-нибудь хорошую песню, оставайтесь с нами, скоро продолжим. Друзья, на все вопросы, в том числе и в чем ее вина, сегодня будет отвечать Ида Галич, потому что она в гостях, в чем твоя вина? Ну что ж ты родилась такой смешной и веселой? Это благодаря папе и маме. Это все гены, да? Это все гены, да. Ну скажи, а что было до Инстаграма? Наверняка же была какая-то жизнь, КВН и так далее. Да, был КВН, я шесть лет играла в КВН, был Камеди Баттл, мы дошли до четвертьфинала, и, собственно, что, ну, всякие там еще мероприятия я вела, сценарии писала, рекламу делала, помогала. Вот, и у меня была Лига КВН в МВСУ своя, и, собственно, все это привело к тому, что я вот свой поток юмора отдала вам. А вот нам, спасибо, зрителям. Людям. Ты имеешь в виду, людям. Ну, здорово, за твоими видео действительно очень интересно наблюдать. Спасибо большое. На такие прям злободневные, актуальные темы. Откуда ты черпаешь вдохновение? Вот, это Жиза. Это называется в интернете такое слово, Жиза. Да? Да, это не знаешь? Нет. Вот, это значит жизненно очень, то есть каждый видеоряд, который есть у меня в Инстаграме, он как-то подкован жизненной ситуацией, то есть, возможно, это не со мной случалось. А, с твоей подружкой. Да, а возможно, со мной, но в Инстаграме это все более утрированно. Понятно, что я не так себя веду, но чувствуешь, да, что пахнет проблемкой-то из-за обычной твоей ежедневной жизни, поэтому, да, все оттуда идет. Ну, вот интересно, Ида Галич, которая на видео, Ида Галич, которая в жизни. Одинаково. Это двера, это один и тот же человек. Это, то есть, ну, как смотря, про какое видео мы говорим. Если я показываю истеричку, я вообще, в принципе, стараюсь быть не истеричной женщиной, хотя иногда, конечно, истерика колебает другая. Но по какому поводу, вот что может вывести тебя из себя? Твоя вторая половинка или быт. Вот есть такие дни, когда тебя может вывести из себя все что угодно. Бывают, не женские. О, у нас сегодня женские посиделки за чашкой воды. А бывает такое, что, знаешь, ну вот, допустим, сейчас была затянувшаяся зима, она настолько вот этой серостью уже приелась, что ты просыпаешься, и ты уже в плохом настроении. Сразу же. А я человек, который просыпается исключительно в хорошем настроении. То есть у меня, как вот я проснусь, так у меня весь день будет. Поэтому я такая заряжаюсь, я ободрою, посиди и сюда. А бывает такое, что проснешься, и тебе все не нравится, что ты меня обнимаешь, не обнимаешь, не обнимаешь, обними. То есть вот это все начинается, и, конечно, бывает. Ну понятно, то есть это не образ, который ты играешь, это более смачно и утрированно. Понятно, что я вот досконально там не изучаю его переписки, я вообще, в принципе, не читаю. Но я понимаю, что я женщина, и мне иногда хочется что-то там посмотреть, но я, типа, леди, поэтому пока это... Ну, друзья мои, женщина с юмором, это, мне кажется, вообще отдельная каста. Как ты вообще к женскому юмору относишься? Говорят, что его просто нет. Я шучу, нет. Хорошо. Нет у него, у этого юмора пола. Есть просто смешные люди. Даже не так. Есть просто люди с чувством юмора, и есть люди без чувства юмора. Здесь ничего с ним не поделаешь, неважно, ты мужчина или женщина. У них есть какое-то название у людей без чувства юмора? Да, блин, если они совсем плохо шутят, то они идиоты, я не знаю. А, понятно. А вообще, даже вот, какой смех бывает, так, если в теорию вдавится немножечко? Ну-ка, ну-ка. Есть смех добрый и злой, вот допустим. А есть смех над ситуацией, а есть смех над человеком. И, знаешь, замечала, что заходит в комнату человек, пошутит как-то, они смешно, но все смеются, потому что они смеются над человеком. А, ну да, как преподнесешь еще шутку, это важно. Не над шуткой смеются, а вот, типа, боже, какой же ты, типа, камон. Вот, и это самый страх для меня, чтобы никогда в жизни так про меня никто не сказал. Хотя, наверное, бывали ситуации, но... Но не будем адресом, друзья, а давайте только о веселом, потому что эфир у нас сегодня предполагает быть именно таким. Задавайте свои вопросы, заходите в нашу группу ВКонтакте, в Инстаграм, можете писать в WhatsApp и Viber по номеру 899-928-1-89-9. А прямо сейчас небольшая музыкальная пауза, скоро вернемся. Вместе с нами сегодня Ида Галич, полярная видеоблогер. Это она, и сегодня просто искраменно шутит у нас в эфире, и я буду ей в этом немножечко помогать. Да, мне кажется, это страшно. Страшно уже, да, все на самом деле пугаются моих конкурсов, но потом на самом деле все проходит очень-очень хорошо. Смотри, то есть когда ты начала вести свой Инстаграм, это понятно, ты делала все под себя, но когда он начал набирать уже там миллионные просмотры, наверняка появились какие-то спонсоры, которые хотели бы у тебя прорекламироваться. За всю рекламу ты вообще берешься, вот это интересно. Нет, конечно, я очень избирательна в рекламе, у меня ее много, я не скрываю, потому что я обожаю делать рекламу, она никого не бесит, потому что она смешная, ну реально получается прикольная, и люди даже иногда не замечают, что это была реклама, потому что она очень нативная. Но ты придумываешь именно какой-то видеоролик, вайн, сценарий, ты все это сама придумываешь? Просто интеграция идет, это твое вещество. То есть не просто тупо, покупайте Даместус. Нет, ну знаешь, были такие тоже ситуации, но это за очень-очень большие деньги. У тебя нет больших денег, поэтому не предлагай мне это. Окей. Нет, у меня нет больших денег. Я больше люблю интеграции, как-то нативная, аккуратненькая, и гамма это прямо вот мое. Ну а был какой-нибудь самый смешной предмет, какой-нибудь самый непредсказуемый, неожиданный, который тебе приходилось рекламировать в своей соцсети? Ой, я такой не брала, по-моему, или не знаю даже. Ида, сейчас у тебя будет такой предмет. Так. Я тебе предлагаю немножечко пофантазировать вообще. Отключите голову, все рамки приличия, в общем, говори то, что тебе придет в голову. Потому что здесь, в этой волшебной коробке, собраны очень неожиданные и необычные, ну, может, для кого-то обычные предметы. Смотри, реклама на радио и телеке стоит достаточно дорого, поэтому больше 20 секунд мы не можем себе позволить. Точнее, наши спонсоры не могут себе помыть, а можем, пожалуйста, хоть минуту. Я буду сейчас доставать тебе по одному предмету, и ты должна его как-то классно продать. Но это будет не вайный, потому что... Ну давай, нет, это не вайный, да. Ну, давай, идти на диване, да, что-то. Ну, что-то вроде, а-ля, да. Оф-корш, окей, поехали. Короче, ты должна мне его втюхать. И вот, нашим зрителям. Так, ну я постараюсь, только вы мне, пожалуйста, помогите, достаньте что-нибудь хорошее. Хорошо, с хорошего начнем, да? Естественно. Окей, друзья, итак, начнем. Это Вантус. Пожалуйста, время прошло. Дорогая моя, ты живешь замужем или нет? Да, да, да. Тогда тебе очень пригодится, потому что, знаешь, все мужики, они все выливают сюда в туалет. Это неправильно, вот, держи и не благодари, всего 5 рублей и 10 копеек. А его можно как-то не по назначению использовать? Это ваше личное дело, я не хочу знать об этом. А знаешь, девчонки, мне кажется, они прям губы себе могут накачать. Слушай, ну, я надеюсь, что нет, никогда в жизни тебе это не придется делать. Но вообще прикольная тема. Вантус, конечно, интересная. Эта вещь. Окей, недавно был Новый год. Дорогая, держи, пожалуйста, тебе щелку. А, блин, ты знаешь, вот у тебя есть муж, тебе очень повезло. Да. А у многих твоих подруг, скорее всего, нету. Поэтому возьми и подари каждой одинокой женщине, не кошку, а вот такого деревянного щелкунчика. Мужчина, деревянного мужчина. Но смотри, у него еще и рот как открывается. Он может... Ты все сказала самому. Орехи? Не, продолжай. Лопать вместо тебя. Оставь себе свои фантазии. Ну что ж, дорогая, я надеюсь, это не будет связано никак с моим мужем, скажи. Нет, ты знаешь... Это банан. Я тебе по-другому скажу. Скорее всего, это... Это да, это правда банан. Я потрогаю. А ты какой больше любишь, зеленый или желтый? Вот я зеленый люблю. Слушай, я сейчас поймем. На самом деле, я не хочу его продавать, потому что я просто хочу банана. А ты просто хочешь его съесть? Это очень ровно. Друзья, Ида Галич, в прямом эфире те, кто нас не смотрят, а только лишь слушают, сейчас ест очень эротично. На самом деле, нет. Сексуально. Нет, на самом деле, он просто лопает его за обе щеки. Я знаю все о сексе, но не сегодня. Так. Окей. Ну давай, раз ты знаешь все о сексе, может быть, это тебе поможет. Дорогая моя, это идет в паре с Вантусом. Уважаемые слушатели, я сейчас держу в руках перчатку резиновую. И знаешь, вот есть какая-нибудь у тебя жучка, которая тебя бесит, да? Не нравится тебе женщина. Ты бежишь, ты даешь ей лицо... А! Хорошо, что ты мне это сейчас не бросила от этого, мама, что это я. Естественно, я ценю твое лицо, потому что оно как бы... Гримеры работают. Да, в общем, дорогая моя, это необходимая вещь. Если, допустим, ты нашла чужие волосы у себя в кровати, и ты такая, перед тем, как выгонять мужа из квартиры, ты возьми, собери, отнеси лабораторию. Вдруг это кошка, да. Вдруг это сестра. Хотя это еще хуже, да? Я думала, если я нашла ты волосы в кровати, то возьми, надень и убей. Используй по назначению к мужу. Ну и... Потом еще. Ну и последняя вещь. Самая моя любимая. Яйцо, ты мой хороший. И бананы, и яичко у нее принесли. Какие добрые люди, я не знаю. Ну недавно же Пасха была. Короче, это... На самом деле, очень уникальный фаберже. Почти фаберже, друзья. Я это делала сама. Это было загадка. Это была загадка? Нет, на самом деле, это, знаешь, это такой предмет декора, который необходим каждой женщине. Хотя, знаешь, вот ты похожа на женщину, которая это дома уже есть. Потому что такая сильная, волевая. Возьми еще одно, чтобы, знаешь, типа, было все еще легче, и ты всего добивалась сама. И вечерами вот так медитируй, да? Вот так перекатывай. А сейчас это при себе опять. Не хочу ничего знать про твою личную жизнь. Ида, я хочу знать про твою личную жизнь. Расскажешь по-другому. Ты в своих вообще вайнах снимаешь свою вторую половинку? Ты купишь что-нибудь или нет? Я не поняла. А, я покупаю. Ну давай, мне больше всего понравилась использованная перчатка. Забирай. Я ее реально найду, ей применение хорошее. Да, бесплатно. Ну что ж, давай, про свою вторую половинку ты сейчас мне расскажешь. За кадром, а мы немножечко прервемся на хорошую музыку. Так вот. Так вот, давай. Расскажем. Друзья, да ну какие же слезы сегодня могут быть? Не плачет ни в коем случае ни Ира, ни Маша, ни Клава, ни Зоя. Вообще никто. Потому что сегодня у нас самый радостный, самый веселый человек. Только от смеха плачьте, пожалуйста. Плачь на смех. Ида Галич. Плачь на смех. Да, мы, собственно, уже затронули тему, как это связано с юмором. Она рассказала о своем опыте и в КВН, и в комедии батл, и так далее. В инстаграме. И сейчас Ида нам раскрылась с совершенно новой интересной стороны. Ида, раскрой тайну всем нашим зрителям и слушателям. С чем ты сегодня к нам пришла, чем нас будешь радовать? А, эту тайну. Эту тайну, да. Ты хотела другую какую-то рассказать? Ну, слава богу, не про усики. Так, смотрите, получается, что я пришла к вам с клипом. Ты запела? Нет, нет, надо вот так. И ты запела? И я запела. Ну, знаешь, сразу давай я все твои вопросы опережаю. Давай. Сразу расскажу, как я запела и что и почему. Я запела и движусь в абсолютно свободную нишу, в которой у нас нет сейчас, не представлены артиста в ней. Вот есть Артур Пирожков, смешной мужик, который поет о смешных моментах. Нету такой девочки, девушки, женщины. Я готова на себя взять соответственности, пойти на амбразуру. Я абсолютно не серьезно к этому отношусь, как вот именно... То есть я отношусь серьезно к тому, что делаю, понятное дело. То есть стадионы, вот это все, гастрольные туры. Вот давайте так, я не запускаю ракету, это не моя эра. И я не буду номинирована на Грэмми. Ну ладно, давай мы не будем как бы уменьшать достоинства. Это то, что мне нравится. Я вот как-то здесь зареклась, делаю только то, что мне нравится. Это мне сейчас кайф делать, смешные песни, смешные клипы. Я это пока буду делать. То есть пока не надоест, пока вот есть эта жилка. Ну круто. Твоя песня называется «Дима». Друзья, мы сегодня обязательно посмотрим, послушаем. Давай сейчас немножечко всем нашим дорогим зрителям расскажем, кому вообще посвящена эта песня, какому Диме. Вот тут забавный момент очень. Естественно, медведевую. Так, а тут забавный. Это подготовленная шутка, друзья. Нет, нет. Нет, это импровизация. The improvisation. Короче, короче. Смотрите, получается так, что написал песню композитор Андрей, Грязников для меня. Вообще, не то, что для меня. Он ее написал и сказал, что вот, Ида, есть такая песня, мне кажется, она тебе очень подойдет. Я послушала и подумала, действительно, надо попробовать. Хотя у меня в тот момент времени, это было где-то около год назад, ну, может быть, чуть поменьше. Были совершенно другие планы, вот именно песен. И я почему-то хотела попробовать тоже, вот, знаешь, запустить свою эру, вот это вот, все, ракета запущена, старты. Составить конкуренцию Ольги Бузовой, назовем это так. Нет, нет, да еще, по-моему, даже на не сильно это и раскручивалось. Ну, короче, просто я хотела сделать позитивных, легких вещей. У меня были готовы какие-то уже треки, а потом мы сделали этот трек, и я поняла, что, наверное, это наше, потому что, если мы спопремся вот на серьезную сцену, это будет такое же отношение, как Оля, при всем моем уважении, при всем моем уважении... Уважении к... К Ольге, да. То есть очень мало кто воспринимает ее всерьез. А мне и надо, чтобы меня всерьез не воспринимали, понимаешь? Я, в принципе, к этому готова, я, в принципе, сама это все делаю. Вот, и получается, что он подарил мне эту песню. Ну, и, в общем-то, ты сняла в своем клипе Дмитрия Маликова. Да, так как у меня бывший молодой человек, Дмитрий, с которым мы не очень уже нашлись, чтобы закрыть все вопросы, вот эти клапаны, которые... А, это про... Естественно... Это про него все-таки, да? Да, слава богу. Нет, конечно. А, не про него песню. Еще раз, давай, Вашенька, я поняла, ты блондинка с зеленым розовым, я поняла. Песня посвящена небывшему. Андрей написал песню до того, как мы с ним познакомились даже, а потом просто сказал, что это есть такой классный трек, да, я попробую записать. Все, это... Ну, даже если он написал, то понятно, но ты-то можешь ее адресовать уже кому-то очень. Вот, никогда, нет. Это просто, это абсолютно собирательный эффект. Это же песня не моя, там, и не только у меня была такая ситуация. Всех женщин бесит, когда их не лайкают, понимаешь, и добавляют каких-то швабр. Вот, друзья, все, это собирательный и исключительный образ. Вот и все. Ну, друзья, мы сейчас сможем в этом сами убедиться, потому что прямо сейчас в эфире на телерадиоканале «Страна ФМ» премьера от Иды Галич. Поехали, слушаем и смотрим. Дима! Я не пойду с тобой на дискотеку, Там бабы, сиськи и все разодеты. Останусь дома и винишко вмажу. Умру одна и пусть потом все скажут. Наше счастье прошло мимо. Что же ты натворил, Дима? В инстаграме принял лайкнул меня И добавил эту сучку, друзья Эту сучку, друзья И эту сучку, друзья Эту сучку, друзья Я не пойду с тобой по ресторанам Я не могу смотреть на эти пары Одна поеду ночью в караоке И там споют, так что все будут в шоке Наше счастье прошло мимо Что же ты натворил, Дима? В инстаграме ты не лайкнул меня И добавил эту сучку, друзья Эту сучку, друзья И эту сучку, друзья Эту сучку, друзья Наше счастье прошло мимо Что же ты натворил, Дима? В инстаграме ты не лайкнул меня И добавил эту сучку, друзья Эту сучку, друзья И эту сучку, друзья Эту сучку, друзья Ваш счет Дима Дима Нет, я молодой Просто седой Снег упал на плечи Страна ФМ СМИ зарегистрировано в Роскомнадзоре Свидетельство ЭЛ Номер ФС 77 65 232 От 1 апреля 2016 года Категория 12 плюс Телерадиоканал Страна ФМ Один на всю страну И да ну просто овации не оболкают Аплодисменты нам, пожалуйста, Антонио запусти У нас здесь очень много зрителей, которые возвращаются с фидбэком Мы тебя поздравляем Что наконец-то это случилось Спасибо Ну а как вообще сама? Ты довольна ли результатом? Какие тебе отклики, отзывы уже приходят от поклонников? Отзывы очень хорошие Ну есть, конечно, какие-то плохие комментарии Без них никуда Ну это есть На этом и строится Есть наш интернет Ну не без этого Да, не на моей страничке Но да Этот В ютубе там похлеще, конечно, комментарии Я, знаешь, художник, который бы Вот чуть-чуть Чуть-чуть не доиграла Переделала бы Чуть-чуть не доделала Здесь бы я по-другому Но в принципе То есть это примерно так, как выглядело в моей голове изначально Мне очень понравилось Я очень благодарна команде Режиссерам, менеджерам Всем, кто был рядом Потому что получилось смешно, прикольно И самое главное, что не получился вайн Вот Потому что одно дело, когда ты снимаешь вайн И выпиливаешь их в инстаграм А другое дело, когда ты почему-то начинаешь смешивать Знаешь, все вот между собой А я так не хотела Я хотела, чтобы это была музыка Смешной клип Классные слова запоминающиеся Но не вайн То есть другой совершенно Ну а скажи, над сюжетом Ты вместе с режиссером все-таки трудилась Или ты дала полное творчество имя? Нет, ни в коем случае Я знаю Ты человек, который все должен контролировать, правильно? Вообще, да Во-вторых Это не улучшение Снимайте меня справа, а не слева Нет, ну рабочий зон у меня, к сожалению, нет Но сами написали с Антошкой вот клип получается Там тоже с помощью Катьки, моего менеджера Привет, Катюха Катюша Вот А далее потом все это режиссером И там, знаешь, как получилось Хорошо, здорово Но там некоторые моменты у нас не получились Вот именно Гаги Ну сами же А, отдельные Да, но я просто так благодарна, что был такой опыт Потому что я теперь, когда буду придумывать все в своей голове Буду понимать, что, ага, Идночка, давай заверни свою губу И подумай что-нибудь на лямчик подешевле, чтобы просто Ну, Ида, ну слушай, ну первый блин, я тебе скажу Он совершенно не ком Есть куда расти, есть куда расти А представляешь, сразу бы платку задрала Куда бы ты дальше прыгала? Первый блин у нас вообще был, я считаю, что задорожный у нас с Настей Я же изначально вот первый мой, типа, клипмейкерский опыт А ну-ка Был для Насти задорожный, когда мы делали ее песню Я чувствую тело, она называлась Тоже мы вместе с Антоном прописывали Ты именно как режиссер была? Нет, нет, нет С авторами, ну вы придумывали концепцию, правильно? Да, с авторами, да, были И там я снималась И вот я первый раз так как унулась в этот мир И думала, что, блин, прикольно У нас площадка, в принципе, кроме Ленинграда Никто этого не делает Там Артура Пирожкова Нет единичного проекта женского И потом вот пришло время Я снялась опять вот здесь у себя в клипе И теперь я четко понимаю, что Что нужно придумать в следующий раз Чтобы это было красиво, прикольно И как у меня в голове Слушай, но у меня вопрос Почему Дмитрий Маликов? Почему выбор пал на него? Сколько Дмитриев у нас? И Нагиев Харатьян Дима Маликов, это просто моя любовь После вот мы с ним снимались В одном рекламном проекте вместе Он потрясающий, приятный мужчина А мне важно, чтобы в кадре был человек Который не просто там, допустим, сейчас Он же реально в топе сейчас Он очень модный Понятно, почему ты его выбрала Он очень приятный Он очень приятный И для меня это очень важно Чтобы люди на площадке, которые там Вот каждый работник То есть я стараюсь со всеми там Как ты знаешь Эмоционально заигрывать в этом плане Чтобы подпитывать энергетикой Чтобы была отдача И Дмитрий, он идеальный в этом плане Очень хороший мужчина Плюс к этому Когда я написала Дима, снимешься ли ты меня в клипе Он ответил Ну тут два варианта Либо я, либо Медведев Больше типа Дима на стороне таких нету А у него тоже все очень хорошо Ой, очень хорошо Если бы не, понимаешь, его семья Вот, я не знаю Я чувствую, до площадки У вас там было очень весело Друзья мои, вы от нас, пожалуйста, не отключайтесь Совсем скоро продолжим И будем зачитывать ваши комментарии И поэтому есть пару минут Пишите немедленно Здесь я, меня зовут Маша Нова И есть у нас еще в запасе несколько минут Чтобы пообщаться Замечательный Ида Игалич Ид, давай, собственно, очень много людей к нам присоединились Задают свои вопросы в соцсетях Давай сейчас маленький такой коротенький Блицопрос Да, я постараюсь, давай, коротко Так, Ида, очень нравится твоя песенка Когда нам ждать новый хит Скоро Точнее, пожалуйста Так коротко Дату, как вы познакомились со своим женихом? В клубе, дальше В каком? Это была смешная история Это в Москве? Да, я не хожу вообще по клубам И не знакомлюсь никогда ни с кем Я вот с ним познакомилась Понятно, окей, давай дальше Ревекка Гоэрц пишет Расскажи о том, как тебе сделали предложение выйти замуж Эту тему еще не обсуждали Это коротко, наверное, тоже Ну, конечно Ну, я спала, почти что засыпала Это было на бале Вот А человек очень милый С дрожащими ручками Мне так все это сделало Ну, это было мило Без помпезности Но очень душевно Ага, здорово Есть ли такое, что ты никогда не сделаешь Или не попробуешь? Боже, ну, наверное Никогда Я надеюсь, что никогда не убью человека, например А тараканы свеж? For example, сколько ты за это предлагаешь, милая? У тебя все можно купить за деньги Я поняла Не все, не сидишь, я не убью человека, подожди Так, Амина пишет нам Сколько раз ты рисковала жизнью? Были ситуации Серьезно? Так, какого домашнего питомца ты бы хотела завести? Я хочу собаку Сден, если ты меня смотришь Купи мне собаку Или хотя бы купим собаку Какая порода у тебя любимая? Не знаю Я хотела вообще французского бульдога Вчера мы гуляли по Арбату Встретили шпицы Он тоже классный Да И дворняжки классные Я, в принципе, ну Вот мне шпицы тоже нравятся Ой, ну от него столько волос, мне кажется Да? Тогда, ладно, забудьте Мы не покупаем шпицы и все Хорошо О, интересный вопрос от Анечки Кого бы ты спасла? Человека, который любит тебя Или человека, которого любишь ты Вот представь, пропасти Они оба падают И ты такая А, кто? Нет Я бы, наверное, объяснись Я думала, что веселее было Вряд ли я кого-нибудь спаслась с пропастью Потому что ты видела мой вес Я, конечно, большая, но не настолько Так, обязательно передай привет Насте Обломовой Она ждет от тебя Насте Обломовой Привет тебе, моя хорошая Так, ну про жениха мы уже с тобой поговорили Ну, собственно, Ида Хочется, конечно, поговорить о твоем будущем Сейчас ты уже и блогер известный В этом все понятно Сейчас ты песню записала Может быть, есть еще какие-то вехи творчества Которые ты бы хотела попробовать Ты знаешь, я удивляюсь всеми нашему шоу-бизнесу И, точнее, реакции людей на наш шоу-бизнес Потому что, как только человек начинает пробовать что-то другое Иное Они говорят, фу, но ты же певец Вот ты поешь Зачем ты летишь в кино, да, там и так далее Ну, кстати, кино, полный метр Да, я этого не понимаю Потому что ты талантливый человек Допустим, да Ну, вдруг ты талантливый человек И тебе хочется попробовать Почему нет? Тем более, если ты видишь, что Это у тебя получается Здесь тебе тоже заходит И вот есть еще другие грани То есть, это же спортивный интерес Тебе хочется дальше, дальше И больше, и больше Поэтому я не рвусь вообще в телевизор Ни в каких обстоятельствах пока что То есть, это не есть моя сама цель Быть в телеке Ну, я думаю, что будут какие-то проекты В которых я поучаствую Дай бог, чтобы тоже там Стрельнуло и хорошо все зашло Вот собираюсь когда-нибудь родить еще Похудеть, не знаю Когда-нибудь родить еще Я думаю, у тебя все впереди Сейчас ужинать поеду Если ты о таких планах Я поняла Ида, ну пожелай нашим Вот в завершение Поставим такую жирную точку Нашим зрителям и слушателям Которые, может быть, так же, как и ты Хотят прославиться в Инстаграме И начать уже записывать Свои первые видео С чего им начать? Что нужно сделать? Вот первое Это не должно быть самоцелью Прославиться там Или заработать много денег Так ничего не получается По крайней мере, у меня так не получалось И у всех моих знакомых Тоже не получилось Прежде всего нужно кайфануть От того, что ты сделал И вот когда тебе самому будет нравиться Это вот по правде нравится И не то, что ты красивая на видео Не то, что ты там такая привлекательная Сексуальная А вот именно Ты понимаешь, что ты здесь смешная И это смешно Не обидно смешно Как-то вот прикольно смешно И смешно не только тебе Да, и еще, конечно Смешно не только тебе и твоей маме А кому-то еще Вот тогда, да Делайте вперед А если, допустим, вы понимаете Что не знаете, как к этому подойти Вопросу Посмотрите КВН Посмотрите Камеди Баттл Я не знаю Всякие стендапы Что вообще заходит На что еще не шутили Про что Не нужно обязательно Слизывать с чего-нибудь Спасибо тебе огромное Друзья, это была Ида Галич Бесспорно талантливый человек Пользуйтесь Пользуйтесь живыми лайфхаками И потрясающая Маша Наконец-то Спасибо огромное Спасибо, Маша Ты хорошая Очень приятно Ты тоже замечательная Ой